Доброе утро Слово, которое Господь дает, оно влияет на судьбу людей И я знаю, что это 100% правда Потому что это не мое слово, это его слово А если оно приходит на эту землю, то оно не возвращается назад тщетно Оно совершает работу в твоей и моей жизни Поэтому мы счастливые люди Мы открылись для Господа И Бог начал работать в нашей жизни Давайте позволим Ему то, что Он задумал, реализовать Аминь Давайте позволим Ему это сделать в нашей жизни и потом через нас Аминь Поэтому, друзья, я рад сегодня быть И во мне боролись две темы Но все-таки одна победила И я думаю, что, может быть, следующую Ну, как-то в другой раз Я смогу проповедовать и поделиться А сегодня мне бы хотелось проповедовать на одну тему Сейчас я ее найду Ну, что хочется, во-первых, сказать Привет всем пилигримам Я думаю, что каждый из нас Он должен осознавать Что Екатеринбург Это не конечная наша станция Мы идем на небеса Аминь И мы должны понимать, что наша жизнь Она должна укорениться в нем Наши корни Они должны глубоко Уходить в небеса Аминь Я рад, что многие присоединились Сегодня, я понимаю, онлайн у нас трансляция Я рад, что вы с нами Пусть Бог благословит вас Сегодня Бог будет говорить вашу жизнь Где бы ты ни был Бог достигает нас Через свое слово Аминь Бог, я прошу тебя Пусть это служение Пусть это слово Оно сегодня ободрит И вдохновит многих И я молюсь об этом, Отец Чтобы твое помазание И Дух Святой Он мог двигаться На этом месте И через жизнь Каждого из нас Я прошу, Господь Соверши свою работу Во имя Иисуса Аминь Итак, тема моей проповеди сегодня Будет называться так У Господа Есть лучший сценарий Для твоей жизни Я хочу сегодня Ободрить Каждого из вас Я хочу сегодня Сказать Кому-то из вас Не сдавайся Не капитулируй Перед тем Что ты встретил В своей жизни Не думай, что это То С чем ты должен Согласиться Что бы ты не встречал Верь У Бога есть Лучшее для тебя Не принимай То Что подкидывает тебе Судьба А часто дьявол Но Верь В то Что есть у Бога Для твоей жизни Аминь Наша жизнь Она Как жизнь Мы встречаем Все И есть Моменты Когда мы На высоте Я думаю Многие из вас Возможно Все Переживали Такие моменты Когда Ты на гребне волны Когда Все Как говорят Катит Или молодежь Говорит Прет Вот знаете Вот Ты чувствуешь Помазание Гора Преображения Божья Слава Все Просто Устрояется И ты чувствуешь На высоте Но Бывают В жизни Моменты Когда Мы С этих Гор Спускаемся В долины И ты Не хочешь Но ты Понимаешь Тебе Нужно Пройти Это место Было В вашей жизни Момент Когда Вам не Хотелось Проходить Через Какой-то Отрезок Твоего Пути Потому что Там может Темно Было Страшновато Но ты Понимал Тебе Нужно Пройти И Сердце Билось По-другому Ладошки Потели И Многие Вещи Происходили Но ты Проходил Вот В нашей жизни Есть такие Моменты Когда Мы Проходим Через Эти Долины Вы знаете Что я понял За всю Свою Христианскую Жизнь И пастырское Служение Не важно Через что Мы проходим Важно С кем Вы Со мной Если Господь С нами То Мы Преодолеем Все Мы Не Потонем Не Сгорим Мы Не Сломаемся Мы Все Преодолеем Именем Господа Вы Со мной И это Правда Поэтому Есть Вот В жизни Такие Моменты Когда Мы На Гребне Волны И Когда Мы Проходим Через Низины Но Есть Другие Периоды В жизни Когда Ты Оказываешься Между Двух Огней Или Как я Называю Ты Оказываешься Или Стоишь Перед Выбором И Ты Понимаешь И Это Тебя Не Устраивает И Это Тебя Не Устраивает Ну Как У нас В народе Говорят Пойдешь Налево Коня Потеряешь Пойдешь Направо Голову Потеряешь И Ты Понимаешь Голова Нужна И Конь Пригодится И Ты Думаешь Как Сохранить И Коня И Голову Не Хочется Быть Всадником Без Головы Конь Есть А Мозгов Нет Ты Встречал Таких Людей Да Они Среди Христиан Есть А Другой Смотришь Он С головой Но Без Коня Поэтому Ты Стоишь Перед Тем Что Тебе Приходится Выбирать Между Двумя Худшими Событиями И Тебе Диктует Жизнь Выбери Лучшее Из Худшего И Вот Об этом Моменте Жизни Мне бы Хотелось Сегодня Проповедовать Во-первых Давайте Откроем Второе Коринфянам Второе Коринфянам Это Четвертая Глава 18 Стих И Здесь Апостол Павел Заявляет Когда Мы Смотрим Не На Видимое Но На Невидимое Ибо Видимое Временно А Невидимое Вечно Чуть Выше Он Говорит О Кратковременных Страданиях С Которыми Мы Встречаемся И Вот Он Здесь Говорит О Том Когда Мы Идем По Жизни Мы Встречаем Реальность Реальную Жизнь А Здесь Ну Как У Людей Мы Встречаем Разные Обстоятельства Но Чем Отличается Дитё Божье От Неспасенного И рожденного Свыше Человека Отличается Тем Что Мы Смотрим На Жизнь Не так Как Смотрят Эти Люди Мы Не Позволяем Я Надеюсь Это Так В твоей Жизни Влиять Внешнему На Твою Жизнь Ты Понимаешь Все Видимое Временно Какие-то Трудности Это Временное Недоразумение Бог Благ Всегда И Ты Уповаешь На Него И С Ним Преодолеваешь Эти Трудности Поэтому Важно Когда Мы Проходим И Встречаем Какие-то Силы Оппозицию Трудности Не Смотреть На Видимое Потому Что Видимое Оно Так Изменчиво Сегодня Это Так А завтра Это По-другому Но Когда Мы Смотрим На Невидимое Это Стабильно Это Непроходящее Поэтому Успех Христианина Заключается В том Чтобы Зависеть Не от Того Что обстоятельства Тебе диктуют А Зависеть От Бога Я Встречал Как Тех Христиан Так И Этих Я Встречал Даже Как Тех Помазанников Так И Других Когда Ты Встречаешь Человека Который Зависит От Невидимого Он Какой-то Другой Он Стабильный Он Уравновешенный Он Спокойный Кругом Буря А Он На Корме Взяв Подушку Спит Все Уже Готовы Тонуть А Он Спит И Когда Его Будет И Говорят Тебе Нужды Нет Ты Такой Бездуховный Ты Вообще Не Реагируешь На Происходящие События И Вообще Ты О Нас Забыл Он Встает И Говорит Маловерный Вы О чем Это Буря Так Это Не Буря Это Временное Недоразумение Умолкни И Перестань И Что Случилось Пришла Такая Тишь И Гладь Что Ученики Написано Задали Вопрос Кто Он Это Не Первый День Был Учеников С Ним Но Пройдя Определенный Отрезок Времени Они Оказывается До Конца Не Знали Кто Он Что И Море И Ветры Ему Повинуются Знаете Вот К сожалению Это Мы Господи Ходим В церковь Ходим И потом Раз Уверовали В пастора Раз Уверовали В Господа Уверовали В помазание О Оказывается Господь Здесь Ничего Странного Ученики Тоже Переживали В своей Жизни Эти Этапы Ученики Зависели От Того Что Их Глаза Видели Кто Из вас Переживал В жизни Момент Когда Твои Глаза Тебя Пугали Я думаю Я не одинок Когда Твои Уши Говорили Тебе Ой 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 И когда Мы Позволяли Этому Влиять Мы Ощущали Определенный Дискомфорт Но когда Ты входишь В отношения С Господом Ты понимаешь Невидимое Стабильно Невидимое Это основание На котором Я могу Стоять Поэтому В таких Ситуациях Очень Важно Понимать Когда Ты стоишь На этой Развилке И Налево Это Не Выбор И Направо Это Нежелательный Выбор Что Делать Дьявол Говорит Что Делать Выбирай Лучшее Из Худшего Выбирай Третьего Не Дано Не Торопись С Выбором Я Кому-то Сейчас Говорю Ты Стоишь На Этой Развилке Не Торопись С Выбором Потому Что У Господа Есть Лучший Сценарий У Него Есть Лучший Выход В Твоей Жизни Из Этой Ситуации Ты Скажешь Что Нужно Делать Продолжай Верить И Идти За Господом Продолжай Доверять Ему Продолжай Уповать На Него И Ты Увидишь Как Придет Лучшее От Господа Вы Со Мной Халлелуйя Поэтому Приготовься Сегодня Принять От Господа То Что Он Приготовил Давайте Мы Посмотрим Пару Историй Я Думаю Что Лучше Нам Больше Никто Не Расскажет О Том Как В Жизни Приходится Доверять Богу И Первую Историю Мы Читаем Исход Книга Исход Мы Читаем 14 Главу Если О Израильском Народе Как Они Оказались В Египте Как Господь Явил Славу И Опозорил Всех Богов Египетских Посрамил Смирил Царя Фараона И Он Отпустил И Сказал Идите Забирайте Забирайте Жен Детей Имущество Скот Все Забирайте И Вот Вам Еще Золотишко Только Нас Благословите И Они Ушли Но Этот Праздник Длился Не Очень Долго Потому Что Наш Господь Я Иногда Думаю Он Не Просто Полон Юмора Он Хочет С нами Работать И Не Бросать Это На Пол Пути Он Хочет Все Таки Довести До Совершенства То Что Он Начал В Нас И Вот Он Возбудил Фараона Как Как бы Отрезвил Зачем Ты Их Отпустил Ты Согласился Рабов Отпустить Кто Будет Работать И Вообще Они Вас Обобрали И Что Ты Будешь Дальше Делать Фараон Снаряжает Колесницы Воинов И Во главе С ними В погоню Знаете Мне Это Что То Напоминает Когда Ты Уходишь Из Царства Тьмы Дьявол Не Оставляет Это Просто Так Он Начинает Атаковывать Но У Меня Радостная Весть У Него Ничего Не Получится Если Ты Доверяешь Господу Аминь И Вот Он Погнался Израиль Шел Написано Под Рукой Сильную И Вдруг Знакомые До боли Лица Кони Колесницы Войска Фараон И Вот Что Происходит Там Давайте Мы Прочитаем Ожесточил Восьмой Стих Четырнадцатой Главы Господь Сердце Фараона Царя Египетского И Он Погнался За Сынами Израиля Сыны Израиля Вышли Под Рукою Высокою И Погнали За ними Египтяне Все Кони С Колесницами Фараона И Всадники Все Войско Его И Настигли Их Расположенных У Море Фараон Добитые Будут Добитым У вас Не так Написано Что У вас За Библия Вот так Хочется Чтобы Были Позитивные Нотки Вхождения За Господом Друзья Но Это же Не просто Были Люди Которые Первый раз Соприкоснулись Богом Это были Люди Которые Видели Великую Божью Славу Которые Освобождены Были От Рабства Аковы Были Разбиты И они Свободны И Когда Фараон Приблизился Сыны Израилевы Оглянулись И Весьма Устрашились И Возопили Сыны Израилевы Господу Тут Интересный Оборот Идут Радуются Торжествуют Счастливые И Вдруг Слышат Топот Кто-то За ними Гонятся Я думаю Они Даже не гадали Кто Они только Оглянулись И увидели Знакомые До боли Лица И что Произошло Внутри Каждого Еврея Они Весьма Весьма Испугались Вы знаете Что самое Сильное оружие Которое Использует Дьявол Это страх Если Ты Не боишься Ты Недосягаем Вот Почему Бог Не дал нам Духа Страха Он дал нам Дух Силы Дух Обладания Собой Мы не должны Бояться Нам Некого Бояться Нам Нужно В Почтении И благоговении Ходить Перед Ним Но Они Увидели Вот В чем Суть Они Увидели Сколько Раз Наши Глаза Нас Подводили Сколько Раз Наши Уши Нас Пугали Я думаю Вы переживали В своей жизни Момент Когда тебе Сообщали Какую-то Новость Которая Тебя Повергала В какое-то Состояние Страха Депрессии И так Далее Как важно В этот Момент Не Руководствоваться Тем Что ты Видишь И Слышишь А Руководствоваться Тем Что Бог Тебе Сказал Что сказал Бог Иврейскому Народу Я Введу Вас В землю Обетованную А это Что Не Переживайте Я Просто Еще Не Довершил То Что Я Начал Делать В Египте Я Хочу Чтобы Все Народы Узнали Что Я Господь Ваш Друзья Мои Когда Ты Встречаешь Трудности Это Не Причина Для Депрессии Это Причина Прославить Господа Значит Бог Хочет Явить Славу Над Твоей Судьбой Он Хочет Себя Демонстрировать Что Он Твой Господь И За место Благодарности У них Пришел Страх Они Очень Сильно Испугались И Написано Воззапили Господу Знаете Я Увидел За всю Свою Практику Пастырскую Что Иногда Люди Не Молятся А Вопиют Это Не Одно И Тоже Вы Знаете Чем Отличается Молитва Веры От Вопля Молящегося Обычно Это Выглядит Так Ой Господь Ты Где Почему Со мной Это Произошло Почему Ты Допустил Это В моей Жизни И Вообще Любишь Ты Меня Или Нет Точно Кто Ты Со Мной Согласен Мы То Думаем Это Молитва Нет Это Вопль Полный Неверия Мы Уже Претензии Готовы Выдвигать Господу И Сыны Израилевы Вас Запили Что Дальше Написано И Сказали Моисею Зачем Ты Вывел Нас Вот В чем Вся Суть Когда Мы Молимся Молитвой Веры Нам Не Надо Искать Крайних Вы Со Мной А Когда Мы Вопием И Нет Ответа Мы Ищем Кто Виноват И Как Правильно Правило Виноват Всегда Моисей То Пастор Он Не Так Помолился Он Не С той Ноги Встал Он Не Ту Тему Взял Он Вообще Мало Помолился И Мы Ищем Крайних И Они Сказали Моисей Зачем Ты Пришел Мы Спокойно Жили В Египте Ну Как Сказать Спокойно По Отношению Того Что мы Видим Сейчас Там Лучше Было Вы Знаете Когда Они Оказались Запертые Между Морем И Фараон Сзади А Здесь Некуда Все Это Капкан Ловушка Тупик И Для Них Показался Египет С Его Чесноком С Его Луком Репчатым С Дыньками Огурцами Раем Они Говорят Зачем Ты Нас Сюда Привел Там Хоть Гробы Есть А Здесь Гробов Нет Что Нас Тут Хоронить Будет В Одной Траншее Они Уже Представляли Как Их Хоронят Попробуй Два С лишним Миллиона Там Только Бульдозер Вырал Яму Всех Захоронил Засыпал Песком Крест Поставил Сказал Все Вот Здесь Были Евреи Зачем Ты Нас Вывел Нам Там Было Неплохо И Дьявол Начал Говорить Вы Должны Были Не Соглашаться С тем С тем На Что Провоцировал Этот Моисей И Он Стал Крайним Что Интересно Дальше Давайте Мы Посмотрим Как Разворачиваются События И Вот Они Наехали На Моисея Про Гробы Вспомнили И Не Это Лисам Говорили Мы Тебе В Египте Сказав Оставь Нас Пусть Мы Работаем Египтянам Ибо Лучше Быть Нам В Рабстве У Египтян Нежели Умереть В Пустыне Мне Хочется Спросить А Кто Тебе Сказал Что Ты Помрешь В Пустыне Ты Откуда Это Взял Вот Иногда Слушаешь Христиан Ты Не Можешь Понять Откуда Они Это Взяли Что С Ними Будет Вот Так И Вот Так И Вот Так И Вот Так Сколько Молодых Девчонок Я Вот Одна Мне Уже 25 Что Уже Старушка Что Все Еще Впереди Я Одна Останусь Кто Тебе Такое Сказал И Люди Уже Сами Придумали Себе И Решили Что Их Жизнь Будет Такой И Тогда Моисей Сказал Народу Не Бойтесь Стойте Увидите Спасение Господне Которое Он Сделает Вам Ныне Ибо Египтян Которых Видите Вы Ныне Боли Не Увидите Вовек Господь Будет Поборать За вас А Вы Будьте Спокойны Знаете Ну Помазанникам Не к лицу Лицом Грязь падать Вставать В ряды Вместе С ними И тоже Вопять Господь Я же тебе Говорил Возле Этого Куста Не Стоит Начинать Это Дело Но он Был Помудрее Он Понимал Надо Вдохновить Народ И он Говорит Не Бойтесь Стойте Сидите Бог Явит Славу Знаете Иногда Там в нашей жизни Приходит Вот такое Молодушие И мы Начинаем Немного Я называю Кастрировать Евангелие Мы говорим Ну ничего Ничего Не можешь Чего-то добиться Просто посиди Вот Подожди И Господь Явит Славу Но Бог Это не говорил Вы Слышите Бог Это не говорил Когда Он Постарался Вдохновить Евреев Он Пошел И тоже Воззапил Господу А Господь Ему сказал Чего орешь Померяй Свою молитву Он Тоже Там Начал Орать При всех Это было Некультурно Не Не положено А когда Зашел В тайную Комнату Там тоже Начал Кричать Господь Что делать Бог Говорит Перестань Орать Я же тебе сказал Что делать Скажи Израильскому Народу Пусть Идут А что Сказал Моисеем Сидите Запомни Остановка Это смерть Движение Это жизнь Никогда Не останавливайся Не важно Что ты видишь Перед собой Если Бог Сказал Иди Значит Иди Кто-то Сказал Не можешь Идти Ползи Если уже Ползти Не можешь По крайней мере Повернись В этом направлении И смотри Передвигаясь Потихоньку Но ты должен Двигаться Моисей Говорит Успокойтесь Сидите Бог Говорит Не-не Не то ты Сказал Иди Вернись И скажи Им Пусть Народ Идет Куда Впереди Море Сзади Фараон Здесь Закрыт Путь Здесь закрыт Куда Иди Вперед Вперед Там Где нет Дороги Она Будет Проложена Там Где нет Пути Бог Откроет И Появится Этот путь Вы со мной С Богом Нет Ничего Невозможного И Нет Ничего Невозможного Тем Кто Верит Ну дай Богу Большие Большие Аплодисменты Он Этого Достоин Кто-то Меня Понимает Я Хочу Вдохновить Вас Сегодня Не останавливаться Никогда Не капитулируй Перед Обстоятельствами Бог Сказал Моисею Я Сте Сказал Что Делать Возьми Жизу Знаете Никогда Не забывай Что у тебя Есть Жезл Это Власть Это Божье Слово И Божье Обетование Что Нужно Делать Простри На Это Море Я Я Скажу Это Не Простое Занятие Кто Из вас Пытался Постоять Минут Пять Десять Вот так Просто Ну не вот так Хотя бы вот так Ты понимаешь Руки Тяжелеют Помните Моисей Поднял Руки На горе И они Руки Отяжелели И опускались И тогда Арон и Ор Подняли Эти руки И написано Они были Подняты До полной Победы Как важно Понимать Что мы должны Использовать Свою власть Во всех Обстоятельствах Вы со мной Мы не должны Выбирать Лучшее Из худшего Мы должны Верить В Божье Обетование Для своей жизни Аминь Мы должны Верить В Божье Слово И фараон Приблизился Сыны Израилевы Полны Страха Хотя Всю эту Ночь Они не Сблизились Друзья Мои Если Моему Ребенку Грозит Опасность Я сделаю Все Чтобы Эта опасность К нему Не приблизилась Если Если Я Отец На это Готов Неужели Мой Отец Небесный Будет Спокойно Смотреть Что Кто-то Ко Мне Приближается Вы Со Мной Всю Эту Ночь Они Они Не Сблизились Для Одних Это Была Тьма Для Других Это Было Был Свет И Моисей Стоял С Этим Жезлом И Написано На Утро Море Раступилось И Все Евреи Закричали Ну Моисей Красавчик Вау Такой Лидер За таким Ити Не Стыдно И Все Побежали По Открытому Пути На Том Берегу Песни Запели Там Родились Целые Стихи Которые Переложили На Ноты И Они Пели Танцевали Правда Недолго Там Начались Другие Моменты Посмотрите Израиль Оказался Перед Выбором На Этой Развилке Ему Показалось Что Бог Их Загнал В тупик И У них Есть Выбор Либо Утонуть В этом Море Либо Умереть От Этих Солдат От Фараона И Они Понимали Что На Фоне Этого И Этого Египет Это Рай И Они Начали Роптать Но У Бога Был Лучший Сценарий Для Их Жизни Вы Со Мной Море Раступилось И Они Прошли Читаем Другую Историю Это Первое Царство Одиннадцатая Глава Сначала И было Спустя Около Месяца Пришел Нас Амонитянин И Осадил Иовис Галацкий И сказали Все жители Иовис Анасу Заключи С нами Союз И Мы Будем Служить Тебе И Сказал Им Нас Мавитянин Я Заключу С вами Союз Но С тем Чтобы Выколоть У каждого Из вас Правый Глаз Тем Положить Бесчестие На Всего Израиля И Сказали Ему Старейшины Иовиса Дай Нам Сроку Семь Дней Чтобы Послать Нам Послов Во все Пределы Израильские И Если Никто Не Поможет Нам То Мы Выйдем К Тебе Подобная Ситуация Иовис Галатский Город Оказался В опасности Пришел Враг Окружил Город Вы знаете В те времена Города Были Окружены Стенами И Самое Важное Это Было Обеспечение Этого Города Особенно Вода Перекрыли Все Доступы Все Входы И Выходы И Этот Город Просто Вымрет Спустя Какое-то Время И Жители Иовиса Галатского Понимали Им Нужно Что-то Решать И Они Думают Выбор Небольшой Или Умереть В стенах Этого Города Или Согласиться Быть Рабами Ну Слугами Служить Давать Дань Этому Войску Этому Царю И Когда Они Послали Переговорщиков С Белым Флагом То Им Сказали Не Проблема Мы Согласны С вами И Нас Аммонитянин Говорит Я Принимаю Ваши Решения Но У меня Есть Условия Я Каждому Из Вас Выколю Правый Глаз И Вот Они Стояли Перед Выбором Либо Умереть В стенах Своего Города Но Умереть Как Герои Либо Выйти Сдаться В плен Но Потерять Правый Глаз И Жители И Ависа Галаадского Сказали Нет Нет Мы Не Будем Торопиться Запомни Друг Мой Никогда Не Торопись С решением И С выводами Подожди Чуть Подожди Они Могли Выбрать Лучше Из Худшего Конечно Умереть Это Все Но Остаться Жить Без Глаза Но Это Тоже Выход Но Так Не Хочется И Они Говорят Дай Нам Несколько Дней Мы Поищем Третий Вариант Мы Поищем Другую Развязку Этих Событий И Вот После Этого Они Послали Гонцов Которые Пришли В колено Израильские И Когда Зашли Эти Вестники И Расскажали Что Грозит Их Братьям Этому Городу Там Написано Читайте Все Как Один Подняли Вопль И Плакали Оказывается Вопиять И Орать К небу Мы Все Умеем И Очень Хорошо Но Стоять В вере Не У всех Получается И Они Плакали От Бессилия Они Ничего Не Могли Предложить Но Приходит Один Человек С Поля Который Пахал Работал Его Имя Саул И Вот Он Приходит И Слышит Вопль И Говорит Что Случилось С Народом Ему Говорят Беда Приходит В Город И Авис Галатский Там Пришел Враг И Завтра Этот Город Будет Побежден И Написано И Сошел Дух Господень На Саула Друзья Мои Вот Отличия В Жизни Христиан Когда Ты Встречаешь Трудности На Одних Сходит Вопль Депрессия Претензии Ищет Крайних А на Другого Сходит Помазание И Он Говорит Вау Это Возможность Увидеть Божью Славу Это Шанс Бог Явит Своё Могущество Халли Лу Я О Я Ожидаю Как Бог Придет Сильно И Он Разрубил Этих Валов Послал Части По Всем Городам Во все Колено И Сказал Если Кто Не Придет Что С Валами Их Будет То же Самое Вы знаете Что Произошло Один Человек Объединил Весь Израиль И Собралось Сколько Кто Помнит Библию Читайте Хорошо Сколько Триста Тридцать Тысяч Не Тридцать Три Человека Не Тридцать Три 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 Тысяч И Вестники Послали Назад Их И Сказали Идите Скажите Завтра Утром Будет Помощь И На Утро Весь Стан Врага Был Разгромлен И Побежден И Жители Иовиса Галацкого Остали С Городом И С Глазом Вы Со Мной А у них Был Выбор Либо Умереть Как Героем Либо Остаться Без Правого Глаза Вот Что Дьявол Хочет Сделать Жизнью Христианина Сказать Да Успокойся Успокойся Подумаешь Один Глаз Левый Остается А Когда У тебя Левый Глаз Тебя Влево Только И Тянет А Бог Хочет Чтоб Я и правый Работал Вы Со Мной А Дьявол Хочет Лишить Нас Зрения Лишить Нас Понимания Воли Божьей И Жители И Ави Сагала Адского Остались В Городе И Целыми Почему Потому Что Они Не Согласились С Сценарием Который Был Предложен Этим Царем И Этими Врагами Они Сказали Нет 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 Мы Поищем Другой Вариант Не Торопись С Решением Не Торопись Выбирать Лучшее Из Худшего Уповай На Господа Аминь И Он Будет Тебя Поборать Кто Из Вас Помнит Эту Историю Я Уже Не Буду Ити Это По Сроку Мне Надо Завершать Но У Меня 20 минут Украли Поэтому 20 минут У меня Есть Халлелюя Когда Иисус Христос Ходил По Этой Земле Вы Знаете Тьявол Через Фарисеев Так Так Его Хотел Загнать Запереть В угол Чтобы Иисус Сделал Неправильный Выбор Вы Помните Когда Однажды Иисус Был Со Своими Учениками И К Нему Привели Женщину Не Не Для Того Чтобы Он Ее Благословил Исцелил Освободил А Для Того Чтобы Он Ее Побил Камнями Пришли Мужики Мне Всегда Интересно Это Отдельный Разговор Откуда Они Знают Что Она Блудница Я Вот Живу В Тагиле Я Не Знаю Блудницу Алло Они Знают Видно Где-то Пересекались Мне Всегда Интересно И Вот Они Ее Притащили Говорят Иисус Моисеевом Законе Написано Вот Таких 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 Побивать Камнями А Ты Что Скажешь Что Мне Нравится Иисус Не Торопился С Ответом Он Писал Что-то На Земле Они Его Доставали Докучали Они Наезжали На Него Ну Что Ответа Нет Молчишь А Иисус Понимал Если Сейчас Скажет Да По закону Моисея Ее нужно Побить Камнями То Как Он Может Служить Мытарям И грешникам Если Если Он Скажет Нет 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 Его Нужно Помиловать Он Все равно Будет Виноват И Поэтому Он Понимал Я Не Буду Выбирать Из Этих Двух Вариантов Есть Что-то Другое Есть Лучший Сценарий Для Этой Женщины И Он Продолжал Писать Они Уже Устали Горло Драть Орать Кричать Спрашивать Он Восклонился И Сказал Смотря Им Прямо В глаза Кто Из Вас Без Креха Первый Возьми Камень И Брось В Нее Начинайте И Наклонился И Опять Писал Спустя Короткое Время Он Поднимает Глаза И Смотрит Никого Нет Он Говорит Женщина А где Твои Обвинители Как-то Они Начиная Со Самого Великого Он Видно Вспомнил Где Он С ней Встречался Это Как Помните Притч О пасторе Который Пришел В церковь И Начал Вразумлять Церковь У него Украли Велосипед И Он Говорит Кто Украл Велосипед Потом Он Молился И Господь Ему Напомнил Где Он Велосипед Оставил Вы Знаете Вот так И в жизни Этих Фарисеев Они Вспомнили Свою Биографию Тихо Камышек Положили И Огородами Лесом 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 Полем Полем И ушли И разошлись Все И И И И И И Я Тебя Не Обвиняю И И И У Господа Есть Для Тебя Лучший Сценарий Не Греши Больше У Тебя Есть Другая Судьба Я Хочу Рассказать Вам Одну Историю Когда Я ее Прочитал Она Меня Сильно Сильно Потрясла Это Произошло В нашей Стране Не Где-то Там За Рубежом За Границей Это Произошло В Санкт-Петербурге Я Думал Что Где-то Пару Лет Назад Это Было Напечатано В Одной Из Газет Ведущих Эта История Я ее Читал Специально Исследовал Произошло Следующее Событие Туристы Из Германии Целый Автобус Приехал В Санкт-Петербург Чтобы Наслаждиться Достопримечательностями Этого Города Они Посещали Музеи И многие Места И возвращаясь Назад Уже В Германию Этот Автобус Попал В Очень Жестокую Аварию Он Столкнулся С грузовиком В этом Автобусе Все туристы Были Из Германии И там Была Одна Женщина Муж Который Остался Дома В Германии Она Одна Поехала Посмотреть Этот Город И Все Его Достопримечательности И Из всех Туристов Она Одна Погибла Прямо На месте Многие Были Травмированы Отправлены В больницу Но Она Одна Погибла Этот Перекресток Он В народе Назывался Как Бермудский Треугольник То есть Там Постоянно Люди Гибли Постоянно Даже Когда Репортер Снимал Очередную Передачу И Один Из Высокопоставленных Людей Который Отвечает За Все Эти Транспортные Развязки Давал Интервью Прямо В камере Произошло Очередное Столкновение И Когда Муж Этой Женщины Узнал О том Что Его Жена Погибла Он Получил Ее тело Похоронил И У него Был Выбор Либо Обидеться На Город Санкт-Петербург Проклинать Властей И Говорить Об Их Безалаберности Об Их Беспечности Халатности Либо Свою Судьбу Обвинять И говорить Почему Это Случилось Со мной Но Он Не Стал Выбирать Из этих Двух Худших Вы знаете Что Он Сделал Он Приехал В Санкт-Петербург Пришел К Властям Города И Сказал Я Понимаю Мою Жену Не Вернуть Она Погибла Да Я Оплакал Я Сделал То Что Я Должен Сделать Похоронил Ее Но У меня Есть Мои Личные Сбережения И Я Хочу Все Это Сбережение Пожертвовать На То Чтобы На этом Месте Построили Хорошую Развязку Власти Были В шоке Но Они Взяли Эти Финансы И На этом Месте Через Какую-то Пару Лет Мне Кажется Была Построена Хорошая Развязка И Больше Там Никто Уже Не Погибал Вы Со Мной Это Выбор Это Выбор Согласиться На Лучшее Из Худшего Или Принять Совершенно Иное Решение Если Люди В этом Мире Способны Делать Правильный Выбор Насколько Важно Делать Правильный Выбор В нашей Жизни Аминь Насколько Важно Доверять Господу Чтобы Вам Было Понятно О чем Я Сегодня Пытаюсь Говорить И Донести Я Расскажу Вам Одну Притчу Вы знаете Есть Притчи А я Часто Рассказываю Неканонические Притчи Есть Канонические А есть Неканонические Поэтому Расскажу Вам Неканоническую Притчу Чтобы Вам Расскаж Царь Зверей Лев Захотел Кушать Ну Естественно Он Царь И Вот Он Утром Решил Определить Что Он Будет Есть На Завтрак На Обед И На Ужин И Вот За Ним Идет Ну Не знаю Как Его Обозвать Короче Тот Кто Записывает Шакал И Фиксирует И Вот Они Идут По Этим Джунглям И Вдруг Навстречу Им Бежит Медведь А Говорит Мишка Стоп Что Такое Царь Зверей Кушать Хочет Поэтому Мы Тут Решаем Кого Когда Съесть Короче Выбирай Завтрак Обед Ужин Миша Почесал Свою задыл И говорит А что Ждать Ладно Давайте На Завтрак Лев Говорит Записывай Медведя Съесть На Завтрак Идут Дальше Под Джунглям Навстречу Бежит Лиса Хитрая Стоп Что Такое Царь Зверей Есть Хочет Поэтому Решай Завтрак Уже Занят Медведя Едим Есть Обед И Есть Ужин Ну Она Тоже Подумала Как бы Она Она Не Была Хитра Выбирать Надо Ладно Что Ждать Давайте На Обед Он Записывай Лису Съесть На Обед Идут Дальше Навстречу Выбегает Заяц Серый Скачет Стоп Что Такое Царь Зверей Кушать Хочет Но Выбор Вообще Невелик На Завтрак Медведя На Обед Лису А Вот На Ужин Тебя Съедим Заяц Тянет Лапу А Можно Спросить Ну Спрашивай А Можно Меня Не Есть Лев Говорит Вычеркни Заяц Не Хочет Чтобы Его Ели Если Заяц Не Согласен На Всякие Глупости Почему Ты И Я Мы Должны Соглашаться На Глупости Дьявола Что Он Нам Пытается Преподнести Вы Со Мною Сегодня Если Заяц Умный Тем Более Нам Не Надо Соглашаться На Вся Глупости Не Надо Смиряться Перед Этими Обстоятельствами Если Смиряться То Только Перед Господом Вы Со Мной Поэтому Я Ободряю Каждого Из Вас Я Вдохновляю Каждого Из Вас Продолжай Верить Продолжай Пророчествовать Не Бросай Свой Жезл Возьми И Пророчествуй Божьи Обетования Разве Бог не Говорил О тебе Разве Бог не Говорил Тебе Разве Он Не Давал Тебе Обещания Сколько Раз В моей Жизни Казалось Кто-то Говорит Пастор Но тебе Хорошо Говорить У тебя Все Круто Жена Есть Детки Есть Призвание Есть Служение Есть Все Есть Конечно Тебе Верить Легко Вы Даже Не Представляете Через Что Пришлось Проходить Мне Мне Нет Времени Все Рассказывать Но Было Время Когда Дьявол Говорил Твоя Семья И Твоя Семейная Жизнь Летит В тар Тарары Все Крах И Через Полгода Совместной Жизни Мы Хотели Уже Разводиться Вы Знаете Что Остановило Мою Жену То Что Я Пастор Она Подумала Как Придет На Собрание Сказ Развелся Вся Его Карьера Поэтому Она Как-то Терпела Нам Кажется Что У кого-то Все Гладко Тишь Гладь И Божья Благодать Друзья Каждый Из Нас Встречается Со Своими Обстоятельствами Это Свои Медведи Свои Львы Свои Великаны Свои Трудности И Каждый Из Нас Он Он Должен Взять Жезл Простирать На Это Море И Пророчествовать Путь Путь Бог Сказал Идите 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 Как Важно Не забывать То Что Бог Говорил Тебе Не Выбирай Лучшее Из Худшего У Господа Есть Лучший Сценарий Для Твоей Семьи Для Твоих Детей Знаете Иногда Встречаю Жен Женщин Которые Приходят Пастор Помолись Чтоб Мой Муж Хотя Бы Не Пил Всегда У него Все В жизни Было Хорошо Чтобы Он Женился Нормально И Работу Имел Не Соглашайся На Худшее Или Лучшее Из Худшего Молись За то Чтобы Твой Сын Был Спасен Пророчествуй Говори В его Жизни Тот Говорит Ну Как Кем Лучше Быть Среди Пяти Мудрых Или Среди Пяти Неразумных Ну Как Выбора То нет Либо Там Либо Там А почему Не Занять Другую Позицию Быть Среди Тех Кто Мудрый И Бодрствует И не Спит Аминь Тот И говорит Ну Лучше Ходить На собрание И спать Чем Дома Сидеть Я Прихожу На собрание Благодать Как Сходит И я Просто Сновидениями Вразумляем Здесь Заповедь Одиннадцатая Не Восхрапи Дабы Не Пробудить Ближнего Твоего Вы знаете Почему Мы Соглашаемся И Выбираем Лучше Из худшего Лучше Ходить В церковь И не Спать Бодрствовать Быть Полным Огня И служить Для Господа Вы Со мной Верь За свою Семью Верь За свою Жену Верь За своих Детей Войди В свое Призвание У тебя Есть Лучший Сценарий От Господа Давайте Мы Поднимемся Отец Мы Поклоняемся Тебе Мы Благодарим Тебя За Этот День За Это Служение За Твое Слово За Твои Обетования Которые Да И Которые Аминь Бог Спасибо Тебе Что Ты Избрал Нас Ты Сделал Нас Своими Сыновьями Дочерями Ты Подарил Нам Не Только Прощение Но Ты Дал Нам Жизнь Вечную Спасибо Что Ты Не Только Встретил Нас Но Ты Ведешь Нас Через Все Обстоятельства Я Молюсь Господь Сейчас За Тех Людей В Жизни Которых Есть Этот Перекресток И Они Понимают Что Выбор Налево Выбор Направо Это Не То Чего Они Хотят Я Молюсь О Том Чтобы Они Сегодня Взяли Свой Жезл Взяли Обетование Для Своей Жизни Для Своей Семьи За Своего Мужа За Своих Детей За Своих Близких За Свою Работу За Сво Обеспечение И Начали Пророчествовать Говорить Слово Твое Бог Мы знаем У Тебя Есть Лучший Сценарий У Тебя Есть Лучшее Для Нашей Жизни Бог Спасибо Тебе Что Ты Дал Нам Это Обетование Мы Будем Стоять На Этом И Провозглашать Своей Жизни Во Имя Иисуса Христа И Все Сказали Аллелуя Бог Достоин Великой Хвалы Он Никогда Не Подведет Субтитры 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 Субтитры